Добрый вечер. В этот день, в 1972 году, в Ленинграде начались гастроли самого молодого тогда московского театра, театра на Таганке. Открылись они уже нашумевшим спектаклем «Десять дней, которые потрясли мир». Билеты раскупили мгновенно. Вот как это было. Неожиданности начинались уже при входе во дворец культуры имени первой пятилетки, где проходили гастроли. На контроле зрители встречали артисты в форме революционных солдат и матросов и насаживали отрывную часть билета на штыки своих винтов. Билет просили сохранять до конца спектакля. Публику вовлекали в атмосферу будущего действия уже в фойе. Актеры в костюмах спектакля исполняли песни и частушки. Да и какие актеры. Высоцкий, Золотухин, Хмельницкий. Еще до того, как войти в зал, зрители невольно становились соучастниками театральной игры. Неслучайно Юрий Любимов назвал свою постановку народным представлением в двух частях с пантомимой, цирком, буфонадой, стрельбой по мотивам книги Джона Рида. И все это было в спектакле. Непрерывная смена коротких эпизодов, большое количество специально написанных песен, оригинальные решения каждой сцены, новый театральный язык, на котором труппа по-своему рассказала о событиях этого сумбурного времени, октября 1917 года. А заканчивался спектакль опять в фойе. При выходе из зала зрителю предлагали опустить свой билет в одно из урн. Если понравился спектакль, в красную, если нет, в черную. Пожалуй, в советской стране это были единственные демократические выборы. Многие ходили на 10 дней, как и на большинство постановок Любимова, по нескольку раз. Я, например, дважды. Причем первый раз я смотрел этот спектакль в 65-м, когда его только-только поставили. Редактор субтитров А.Семкин